Анастасия Крапивина действительно с вами на связи. Доброе утро, Настя. 13 января 1703 год по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». Сегодня, в этот день, население России отмечает профессиональный праздник СМИ. Какие печатные издания в вашем городе вы бы, Анастасия, выделили в первую очередь? Делитесь. Доброе утро, Антонина. Самая популярная газета на территории нашего города – это, конечно же, Евпаторийская здравница. И сегодня в нашу студию мы пригласили ее главного редактора Наталью Образцову. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь с профессиональным праздником вас, конечно же. Спасибо большое. Расскажите, как будет развиваться газета в 2020 году? В 2020 мы планируем интегрироваться в интернет все больше и, конечно же, реализовывать те проекты, которые мы уже начали в прошлом году. Я знаю, что в интернете Патриархская здравница находится достаточно давно. Расскажите, зачем это нужно было и как изменился портрет аудитории с переходом в интернет? Сейчас без интернета никуда. И портрет аудитории изменился, помолодела аудитория. Молодежь читает, мы задаем вопросы, проводим опросы, конкурсы. Люди участвуют, это приятно. И постепенно набираем обороты. То есть появился какой-то такой интерактив, живое общение, что, в принципе, для газеты не особо свойственно? Общение для газеты свойственно с читателем. Всегда люди задают журналистам вопросы, просят, чтобы они ответили. И вопросы в интернете нам задают. Ну, достаточно активная обратная связь у вас. Да, да. Расскажите, сколько читаете сейчас вы в Патриархской здравнице? Кто читает и какие у вас самые популярные рубрики? Наверное, у вас есть какая-то статистика? Наш тираж составляет 12 тысяч экземпляров. Весь он расходится за один день, поскольку распространяемся мы бесплатно. 70 точек у нас по городу. Самые популярные рубрики мы проводили мониторинг. Это гороскоп и прогноз погоды. Люди всегда любят сначала почитать о самих себе. Ну и потом новости. Рубрика «Остросюжетно» пользуется популярностью. Первый сериал в газете «Реальная скорая». Вот 14 серий мы уже выпустили, так называемых. Ну и, конечно же, новости. Довольно-таки необычный еще и сериал в газете. Это очень интересно. И то, что газета остается популярной, достаточно редкий у нас феномен уже такой. Потому что существует тезис в том, что СМИ печатные все-таки немножечко умирают. Расскажите, отражается ли это как-то у вас и, в принципе, правда ли это? Вы знаете, неправда. Хотя век интернета, понятное дело, многие пользуются интернетом. Но даже интернет-пользователи, отвечая на наш вопрос, что будет с печатными СМИ в ближайшем будущем, сказали, что печатные СМИ нужны всегда. 46% респондентов ответило именно так. Это были евпаторийцы. Евпаторийцы в основном. Ну, очень приятно, что евпаторийцы как минимум читают, и тем более читают прессу. Расскажите, какие у вас, может быть, новые рубрики будут? Что интересного планируете? Прежде всего, мы планируем продолжать проект, начатый в прошлом году. Это информационная аналитическая вкладка по итогам месяца. Это дополнительные четыре страницы, которые выходят в последнем номере месяца. И они посвящены итогам, собственно, этого месяца. Там есть несколько рубрик. Рейтинг евпаторийской здравницы, в котором мы освещаем события месяца, достижения, провал месяца. Есть у нас разные номинации. Есть ответы на неудобные вопросы главе города, главе администрации. Наши читатели задают вопросы, и мы выбираем самые острые из них, и главы отвечают. А рейтинг – это рейтинг редакции или рейтинг жителей в Эппатории? Это рейтинг редакции. Журналисты сами определяют события месяца и любую другую номинацию. Мне всегда было интересно, как проходит планерка в печатном СМИ. Как вы определяете, на какие темы вы будете писать? Журналисты приходят к вам с какими-то идеями или есть, допустим, что-то уже заготовленное заранее? Ну, это такой комплекс. Мы и в интернете смотрим острые темы. У нас есть специальная рубрика «Город онлайн». Мы берем вопросы из интернета и освещаем его в газете. И жители нам звонят, и журналисты сами предлагают. И у меня иногда есть какие-то идеи. То есть это такой комплекс все-таки. Часто приходится писать статьи, по просьбе жителей, может, какие-то расследования есть, что-нибудь? Часто. Часто просят разъяснять, просят по старинке. Приедьте, сфотографируйте, и нам обязательно починят. И в подвал, и на крышу. Разные есть обращения. Но мы стараемся по мере возможности обращаться, разъяснять и задавать вопросы компетентным лицам. Согласны ли вы с тем, что СМИ — это четвертая власть, и чувствуется ли это в нашем муниципалитете? Чувствую. Чувствую, потому что газету читают, есть отклики, есть даже некоторые споры. Иногда читатели не согласны с позицией журналиста. И в любом случае мы несем информацию и влияем каким-то образом на то или иное мнение. Может быть, удается иногда помогать не словом, а делом? Удается. Есть какой-нибудь яркий пример? Ну, может быть, не яркий, но тот пример, за который были очень благодарны. В одном месте города не было дорожки. То есть это не масштабно, но благодарность у читателей была очень большая. И наша журналист обратилась в департамент городского хозяйства, пошла в управляющую компанию, задавала очень много вопросов, и буквально через неделю эта дорожка появилась. И правда, было столько радости даже у нас самих, что получилось. Спасибо вам большое, Антали, за интересную беседу, тем более таким ранним утром. Спасибо, что пришли к нам в студию, еще раз с профессиональным праздником вас. Спасибо. Мы надеемся, что газеты будут дальше развиваться и, конечно же, приносить пользу евпатарийцам. А на этом у меня все. Коллеги, вам слово. Большое спасибо, Настя. Мы желаем вам отличного настроения, добрых новостей. И напоминаем, на связи был Евпаторийский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Анастасия Крапивина.